Открылась сливная станция на левобережье Красноярска. Ее ждали почти 70 лет. Это второе место для приема жидких бытовых отходов в городе. В первый же день работы сюда приехали десятки осенизаторских машин. До этого содержимое канализации свозили в одно место, открытое еще в советское время. Сколько будет стоить оставить здесь стоки и почему левобережную станцию так долго ждали? В сюжете далее. В первый же день работы на новую сливную станцию на МРЧК приехали десятки осенизаторских машин. И это не предел. За один час она готова принять 50 кубометров жидких отходов. Это около пяти автомобилей. Рады, что открылась наконец-то на левом берегу сливная станция. Потому что на правом берегу это было крайне проблематично туда возить. С левого берега доехать до правого довольно-таки долго, особенно если час пик, пробки и все остальное. А ведь еще нужно дождаться своей очереди, чтобы слиться. Из-за того, что отходы сводились со всего Красноярска и окрестностей, в ожидании можно было простоять часа два. А кого-то это провоцирует сливать в непредназначенных для этого местах и загрязнять окружающую среду. С открытием нового места слива такие нарушения должны фиксироваться все реже. К тому же прорабатывается техническая возможность увеличения объема принимаемых стоков и регламент заключения договоров с новыми осенизаторами. Краском в текущем году вложил около 2 миллиардов рублей в систему инфраструктуры города Красноярска. В том числе мы построили вот такую вот сливную станцию. Ее объем по году проектный составит 300 тысяч кубических метров, чтобы полностью решить проблему стоков на территории города Красноярска. Сообщать о нерадивых осенизаторах и о любых других нарушениях природоохранного законодательства можно на телефон круглосуточной горячей линии Министерства экологии. Специально для вакуумных машин организован проезд с Калинина на МРЧК. Содержимое из частных септиков будет проходить обработку от твердого мусора. Здесь их будут избавлять от примесей и механических загрязнений. Это поможет избежать засоров сетей водоотведения. Самые крупные фракции, там камень, песок, он оседает. Здесь есть отдельный лоток на дно оседает, которые более мелкие. Они проходят через дробилку и уходят в комиссию коллектора. Необходимо создавать объекты, которые будут помогать природе перерабатывать вот эти вот все отходы жизнедеятельности человека. Открыть этой станции на левом берегу, например, лично для меня большой-большой плюс, почему я тоже пользуюсь услугами откачки своего частного септика. И надеюсь, что теперь платить за это буду меньше, потому что отходы повезут на эту станцию, а не на правый берег. В дальнейшем такие станции планируют открыть на территории всего края. В том числе и в деревнях, где жителей частного сектора намного больше, чем в Красноярске. Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров, Филипп Чиликов, 7 канал.